Чтобы помнили, в Магнитогорске стартовала эстафета «Знамени Победы». Это историко-патриотическая акция, которую проводит Совет ветеранов Правобережного района с 2014 года во всех образовательных учреждениях Правобережного района. В этом году почетное право открыть эстафету предоставили школе номер 28. На торжественном мероприятии побывала наша съемочная группа. Гимн России открывает праздничное мероприятие. На сцену торжественно выносят копию «Знамени Победы», которое бойцы 150-й стрелковой дивизии в 1945 году водрузили на купол Рейстага в Берлине. Минутой молчания почтили память тех, кто погиб, сражаясь за Родину. Мы открываем очередной карту Совета «Знамени Победы» под девизом «Поклонимся великих всем годам». Почетное право Правобережный Совет ветеранов предоставляет вашей школе. Мы уверены, что в дни награждения у вас копии «Знамени Победы» будут наполнены содержательными и интересными. Копию «Знамени Победы» эту нам вручил областной совет ветеранов за такие патриотические мероприятия, которые у нас прошли по всем учебным заведениям. Это школы, лицеи, школы-интернаты. Он высоко оценил эту работу и вручили на вечное хранение копии «Знамени Победы». В числе участников акции «Школьники» и «Почетные гости». В первых рядах представители Правобережного и Городского Советов ветеранов, первичных ветеранских организаций и образовательных учреждений. Они рассказали школьникам о тяжелых годах войны, как ковалась Великая Победа. На встречу пришла ветеран труда Надежда Михайловна Шмидт. Когда началась Великая Отечественная война, ей было 12 лет. Вместе с односельчанами она вязала носки и варежки солдатам. В пассивную работала в садике воспитателем, поваром, нянечкой, награждена медалями за трудовой вклад в победу. Когда встречается поколение, это очень важно, потому что возраст, возрастные пенсионеры наши, ветераны, они могут передать ту информацию непосредственно, как живые участники событий. Это всегда воспринимается лучше, чем просто посмотреть презентацию. Патриотическая акция проводится с 2014 года. За это время в ней приняли участие более 20 тысяч школьников, студентов, педагогов. Каждый этап передачи знамени – особенное событие. В торжественной обстановке проводят встречи поколений и праздничные концерты. Выступления подготовили и ученики 28-й школы. И в каждом звучала тема о любви к своей родине. Россия! Россия! В этом слове обороны и силы!